Всем огромный привет! Сегодня видео будет посвящено новинкам 15 каталога и то, что я приобретала в 14 каталоге от компании Faberlic. И кому интересно такое видео, то приятного просмотра! Так как новинок из 15 каталога я приобретала немного, хочется взять кое-что со скидкой минус 250. И что же я все-таки взяла? Значит, очень хотелось мне попробовать вот эту палетку. Была она вот такой вот штучкой запечатана. Палетку это уже показывали многие, представлена в трех оттенках. Здесь идет хайлайтер, румяный и скульптор. Артикул у нее 62-69, также на оборотной стороне представлено, как ее нужно использовать для тех новичков, которые абсолютно не знают, как макияж наносить. И в общем-то, сегодня я только ее испробовала и какое же мое мнение. Понравились мне румяшки, очень красивый такой носибельный оттенок на каждый день, хорошо пигментированный. Поближе, конечно же, я покажу, это больше, наверное, в розовый, но здесь и персиковый оттеночек. В общем, такой, довольно-таки стандартный. Они матовые идут, без шиммера, очень симпатичные, хорошо на щечки переносятся. Дальше хайлайтер. Хайлайтер идет в таком молочно-бежевом оттенке и тоже, в принципе, неплохо смотрится. Он, конечно, не выбелит места, которые нужно выбелить, но дает такое очень легкое, очень деликатное сияние. Сами очень шелковистые продукты идут на ощупь. И также хайлайтер набирается очень хорошо, надеюсь, не замылиться при использовании. Что касается скульптора, здесь очень приятный оттенок. Он, что мне больше всего понравилось, не имеет вот такой вот некрасивой рыжинки. Он идет коричнево-серым таким подтоном и тоже хорошо набирается. Но вот я его сколько наносила, как-то, если честно, не очень я его вижу у себя на лице. Больше, наверное, совсем белоснежком он подойдет. Но как такую легкую-легкую, может быть, тень придать, то все-таки, если, может быть, побольше нанести этого продукта, то это возможно. Вообще, в принципе, палетка осталась довольна. Все три продукта хорошо набираются и, в принципе, пигментация тоже нормальная. А следующий из новинок, что мне пришло, это я взяла для своей дочи два продукта. Здесь идет шампунь-банзам для волос. Его мы еще не использовали, но он очень приятно пахнет малиной. Просто обалденный. Есть еще в этой серии жидкое мыло с малиной. Абсолютно разные ароматы. На мой взгляд, здесь намного приятнее малинка. И чем-то она, если честно, схожа из серии «Малина и белый шоколад», на мой взгляд. Артикул 2344. Моя дочь была очень рада, особенно, что розовый цвет она его очень любит. И второй продукт – это гель-пена для ванной «Душа кошка» «Манго». Действительно, манго-аромат присутствует. Очень вкусный. Я даже сама им попользовалась. Дает отличную пену, действительно. И как пена она будет замечательно работать. И как гель мне тоже нравится. Настолько запашистый. И здесь вот эти тропические фрукты чувствуются в аромате. И прям действительно чувствуется аромат манго. Причем, я бы не сказала, что он химозный. Для меня он такой довольно-таки натуральный. И артикул здесь 2338. Эту штучку могу посоветовать даже взрослым, кто любит такие ароматы. На этом новинки 15-го каталога, которые до меня дошли, закончились. И давайте начнем с 14-го каталога. Что же я взяла там? Взяла я обновленную версию «Туши Секрет Стори» в золотом оформлении. Красивое оформление. Безусловно, очень выигрышное. Подарочное такое, красивое. Тушью тоже я сегодня уже воспользовалась. И, в общем-то, да, это аналог того, что было. Единственное, мне почему-то кажется, что щеточку сделали чуть-чуть менее объемной, что ли, ворсинки сами. Но это вот почему-то такое вот у меня ощущение. Дозатор, скажу так, что здесь не совсем хороший. В общем-то, туши набирается много. И когда вы ее обратно засовываете, то все это дело вылазит на поверхность. Вот здесь, конечно, минус. Ну, а так, как красить тушь, мне очень понравилось. Также, в общем-то, все хорошее, что и старая тушь давала, и новая тушь имеет то же самое. По карточкам-бонусам я себе взяла две упаковки патчей из серии «Пролексир». Это патчи под глазки, гелевые. Идут они с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Я их как-то уже показывала в своем виде, очень хвалила. Они мне очень понравились по своему действию. Мгновенное действие дает разглаживание, увлажнение, такого прям хорошего увлажнения. И даже как-то маленько подосветляют темные круги. 07-25 артикул. И вот по таким вот карточкам очень выгодно брать. И, кстати, использую я их на два раза. Также новинками 14-го каталога является вот такая парочка. И была она по акции. Здесь идет жидкое мыло для рук, увлажнение, смягчение. Идет она с лавера, алантаином и депантенолом. Кремовое, мягкое, действительно хорошо пенится. И аромат здесь идет как вот в серии «Про ноги». У них аромат такой травяной, свежий. И в этом мыле он абсолютно идентичный, на мой взгляд. Ну, я такие ароматы люблю и буду с удовольствием пользоваться. И в этой же парочке шел крем. Крем-маска для рук. В маленьком таком оформлении. Это про руки серия. Здесь идет масло авокадо, коллаген, чилинный воск. 21,89 артикул. И якобы дает антивозрастной эффект. Хоть и такой маленький объем, но ее в принципе надолго должно хватить. Так как вообще в применении капельку надо. Имеет очень плотную текстуру, жирную текстуру. Такую тягучую и тяжеловато разносящуюся. Но хорошо питает действительно. Наносить ее естественно только на ночь. Хорошие цены были представлены мужские продукты. И мужу тоже взяла в очередной раз шампунь гель для душа. Серия Д'Авентюр. Хорошая шампунька. 84,21. В принципе перхоти у него не вызывает. Приятный аромат. И еще взяла спрей из серии Ума Феличи. Парфюмированный. Он такой идет с цитрусовыми нотками аромат. 36,02. Аромат приятный. Ну и спрей тоже в действии неплохой. Поэтому почему бы нет. Последнее, что я взяла по карточкам, это были колготки. Я решила себе все-таки взять колготки еще. Взяла коричневый 60 Ден. В размере двойка я себе беру. Коричневый очень красивый цвет. Здесь идет шоколадный. Колготки обалденного качества. Уже тоже не раз хвалила их. И отдельное видео у меня есть про эти колготки. Очень долго носится. Предыдущую версию 3 года носила. И в принципе у меня даже на пальцах ног ничего не продралось. И еще одни колготки. Это 20 Ден идут. В бронзе взяла. 20 Ден беру однерку. Так как они очень хорошо тянутся. И двойка бы на мне, допустим, собиралась. У меня рост 1,60 м. Тоже двадцатки вот эти носятся отлично. Не на один раз. Намного-намного больше. Ну и последнее, что мне досталось, в общем-то, бесплатно. Это по бонусам, которые копятся за заказы. Взяла вот такие продукты. Очередные зубные щетки мне и мужу. В принципе, постоянно их беру. Постоянно обновляю. И особенно очень приятно взять их по бонусам. И вот про вот этот хочу продукт остановиться поподробнее. Это маска патч. Серия про лексир тоже идет. Она отреактивная маска патч. С биороновой кислотой. Отличная маска. Я, конечно, раньше ее не пробовала. Хотя многие хвалили. И мама у меня ее постоянно, в общем-то, приобретает. И ей тоже она очень нравилась. И она мне, в принципе, уговорила попробовать хотя бы по бонусам ее. Здесь маска идет как профилактика увядания кожи. Борьба с первыми морщинками. Повышает эластичность. Улучшает текстуру рельефа кожи. Мгновенно устраняет следы усталости, стресса. Придает коже гладкость, фарфоровую матовость. Насчет матовости-то нет. Хотя после нее я ее даже не смывала. Не умывалась после нее. И, в общем-то, никакой липкости на коже я не ощущала. Гладкость придает коже. Действительно, мгновенно устраняет следы усталости, стресса. Это тоже могу подтвердить. И, действительно, кожа такая прям ровненькая становится. Тоже увлажненная. Такая гладенькая. Очень понравилось в применении. И в дальнейшем тоже планирую ее время от времени приобретать. Кстати, в 15 каталоге отмечу, что на нее будет очень хорошая цена. Так же, как и на гелевые патчи под глазки. Вот. Вот этой штучке ставлю 5 баллов. Ну вот, на этом все. Такие покупки у меня были. Надеюсь, была вам полезна, информативна. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, комментируйте. И всем до скорых встреч. Пока-пока.